Дмитрия Колдуна, доброе утро! Доброе утро! Привет, Дим! Необычайно бодро для утра, да, сейчас, Дмитрий, ты произнес? Я только что пробежался, и поэтому чувствую себя очень бодро. Молодец! Похвально! Ну что, недавно было Евровидение, и сразу после него мы услышали, что вроде как ты собираешься в следующем году принять снова участие? Ну, у меня были идеи такие, потому что я был настолько захвачен той атмосферой, которая царила в Москве на этом Евровидении, что, не знаю, может быть в следующем году, а может быть и нет, но я обязательно попробую свои силы в этом конкурсе еще раз. Че на этот раз будет песня? Не знаю, еще пока не придумал, но хотя Киркоров еще раз предлагал поехать мне на Евровидение, но вот я все-таки думаю, может быть, может быть, а может быть и нет. А почему нет? А почему да, меня интересует, почему да больше. А мне непонятно. Дело в том, что... Как показала практика, два раза можно съездить. Многие задают вопрос, что если ехать второй раз, то ехать только за победой. Не знаю, для меня Евровидение такое просто тусня такая веселая, где можно там повеселиться. Ну, тусня в 40 миллионов. Да, ну, в общем-то, можно промо-продукции чужой поесть, поэтому это всегда очень... Что-то чужой, своей? Ну, своей еще можно иногда и выпить промо-продукции, что иногда плачевно сказывается на результате, к сожалению. Видимо, какая-то была особенная промо-продукция, что ты так вспомнил. Иностранцы очень любят нашу промо-продукцию. Вот когда я был на Евровидении два года назад, мы нашу промо-продукцию раздавали на пресс-конференции. Это обеспечивало не полную явку на следующую пресс-конференцию. Но полную явку на нашу. И в данный день опять к нам все приходили и опять требовали еще добавки. А потом удивляется, почему Европа живет лучше. Дима, ты говорил, что следишь всегда за модой в музыке. Какая музыка сейчас на пике популярности? И стоит ли гнаться за модой? Ну, не то, что я слежу за модой в музыке. Просто, наверное, как каждый человек, который занимается своим делом, он следит за какими-то тенденциями. Что касается российской музыки, пожалуй, самое такое популярное течение сейчас – это такие стилизованные диджейские сеты. Но, опять же, я считаю, что это явление довольно временное, потому что, может быть, и у нас скоро в Беларуси появится что-то подобное. Некий там, может быть, диджей Буслай, например, какой-нибудь появится. Кстати, вот если совместить модные тенденции и, опять же, Евровидение, вот ты для себя уже решил все-таки, что нужно Европе, чтобы, опять же, победить на Евровидении? Мне кажется, все-таки на Евровидении нужна искренность в первую очередь. Вот Петр Елфимов говорил, что он собирается показать Европе искренность, а рыбак вышел и показал просто эту искренность. Искренность человеческим лицом, да? Вот и все, вот как-то показал эту искренность. Тем более, что, как показывает практика, эти все люди, которые становятся победителями Евровидения, они очень простые. Как и Мария Шерифович, с которым я выступал на Евровидении, и рыбак. Как и Дима Билан. Простой парень. Простой парень, абсолютно, то есть без всяких там... Доступный абсолютно. Ну что ж, спасибо. Мы обязательно продолжим нашу беседу о музыке, жизни и вообще с Дмитрием Колдуном. И вернемся сразу после того, как познакомимся с нашей офицей. Привет, Дмитрий Колдун. Доброе утро еще раз. Доброе утро. Дима, ну, как-то вот в последнее время, честно говоря, ты выпал из поля зрения, ну, моего, во всяком случае. Чем ты сейчас занимаешься? Где ты, что ты? Какие планы? Ну, дело в том, что я объясню. Очень долгое время я занимался тем, что хотел вот быть везде и всегда попадать на все съемки. Потом понял, что... Убедился, что это невозможно? Потом, нет, я просто понял, что мне в жизни хотелось чего-то другого. Я решил серьезно заняться музыкой, творчеством. Я открыл собственную студию в Москве. Ой, здорово. Поэтому для меня сейчас в первую очередь важна именно творческая составляющая вот именно музыкальной жизни. Потому что все-таки медийность, она медийность. Но когда ты заходишь куда-нибудь в магазин и на тебя говорят, ой, смотри, это же актер пошел тот, который вот... Или это ведущий. Тот, который в клипе у колдуна снимался, да? Ну, то есть это, конечно, безусловно, приятно, что тебя узнают, но не совсем приятно, что узнают непонятно почему. Поэтому я решил заняться музыкой и все-таки открыться с несколько другой стороны, с более серьезной, с более глубокой. А вот студия, которой ты сейчас владеешь, да? Это будет звукозаписывающая студия для всех желающих? Ну, что значит, будет. Она уже работает. Эта студия, да, она, в принципе, даже порой приносит какие-то деньги, вот, помимо того, что в ней пишусь и я сам. А, ну вот. Открыл для себя, оказалось, еще можно кому-то в аренду сдать. Да. И какое все-таки направление в музыке? Вот мне интересно, какое сейчас ты выбрал направление в музыке? Я сейчас занимаюсь той музыкой, которую всегда хотел, такой вот не совсем тяжелый поп-рок. Вот, хотя, честно говоря, я настолько люблю музыку, что порой у меня встречаются и очень тяжелые треки, и очень легкие. Поэтому я хочу заниматься всей музыкой, вот, как люди занимаются, там, разной музыкой. Вот я хочу заниматься разной музыкой, такой вот быть универсальный музыкант. Дима, знаешь, у нас есть еще один провокационный такой вопрос. Не секрет, что из Беларуси ты уезжал с небольшим скандалом, скандалом связанным с личной жизнью. Куда уезжал? В Москву. То есть после того, как уже прогремел и окончательно распрощался, вот что у тебя сейчас происходит в личной жизни? Ты, вообще-то, этот вопрос я должна была задать, но если тебе это больше интереснее. Ну, ему интереснее, наверное. Нет, ну, я думаю, что ты сделаешь вид, что тебе это неинтересно, у тебя появятся шансы, Оля. Ну, у меня в личной жизни все хорошо. Это как растянивать? Ну, как. Все всегда говорят, все хорошо. Раскололась. А что именно? У меня есть девушка, вот, и, в общем-то, все хорошо. Можно только порадоваться. Ну что, спасибо большое. Спасибо вам. Желаем удачи, в любви и в творчестве. Спасибо. Хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был певец Дмитрий Колдун.